Приближается праздник, День любви, семьи и верности, и скоро из каждого прославного тюга полетит бред о том, как князь Петр женился на бедной деревенской девушке Федруи. И еще более бредовый бред на тему, зачем он это сделал. Поэтому мы, основываясь на понимании жизни при феодализме и знании основ истории средневековой Руси, объясняем, что там было на самом деле. Князь это военная аристократия. Он кого-то грабит, кого-то крышует, кого-то охраняет. И на эти доходы содержит себя и дружину. А еще есть всякие гражданские, которые занимаются сбором дикого меда, медициной и христиано-языческими религиозными обрядами по умершим. И они живут очень богато. Это очень прибыльный бизнес в то время. Школ нет, поэтому все мастерство передается из поколения в поколение. Таким образом, Феврония, эта девушка, из очень-очень богатого клана. А этому очень-очень богатому клану, ну просто очень выгодно породниться с христианским князем. Чтобы этот князь со своей дружиной их бизнес охранял. В те времена от желания мальчика и девочки ничего не зависело. Брак – исключительно экономико-политическое мероприятие. Но не выбирали мальчик и девочки пару по любви или как-то иначе. Потому что средневековник. И поэтому родня Февронии дала ей задание князин себе женить. И если понять материальные базы соотношений Петра и Февронии, то сразу станут понятны и остальные события. Вот боя и Феврония не любят не за то, что она за столом себя не так ведет, а за то, что она и ее родня, они слишком богатые, богаче всех, и слишком нагло начинают распоряжаться в Муроме за счет своего богатства. И то, что Петр и Феврония так легко Муром покидают, тоже понятно. У них денег дофига, можно новый Муром построить. А мудрость в том, что князю такой брак более выгоден, чем иные. Например, с дочерями других князей. Потому что если в военном походе князя разобьют, и он добычи не захватит, он банкрот. Если все бедные вокруг и некого грабить, то он тоже банкрот. Любая армия, она держится на экономике. А взамен князь готов охранять бизнес клана своей жены, все родни своей жены. И через брак с князем христианским можно покрестить какой-нибудь языческий клан, чтобы силы на проповедь христианства не тратить. В Средневековье быть христианином очень выгодно. Церковь – крупнейший феодау. Монастыри – стратегические военные объекты. Посылайте это видео в ответ на мракобесный контент, где средневековый князь Петр и средневековая княгиня Феврония ведут себя как клиенты современного клуба знакомств или как пациенты современной психиатрической больницы. Продолжение следует...